Всем привет! Это канал Абдулла. Сегодня будет рассказ о покупках, которые я сделал на удельной. В принципе, ничего особенного, но посещение удельной я делаю барахолка иногда, достаточно редко. И все труднее и труднее найти что-то такое, чего бы очень хотелось, потому что это то, что хотелось уже много чего куплено. Поэтому все труднее и труднее, но страсть к коллекционированию она такая сильная, что все равно что-то ищешь и все равно что-то находишь, потому что всегда найдется что-то, что ты обошел вниманием или что ты просто не обращал внимания и какой-то интерес все время так вот он поддерживается, поддерживается, потому что коллекционирование это такая вещь куда-то зашел, обратно уже не хочется возвращаться, потому что там интересно, интересно, интересно и все время интересно. Кстати говоря, есть такой факт, четыре специальности, четыре специальности долгожителей, то есть люди, которые занимаются этими делами, живут долго. И первая из этих специальностей это дирижеры. Ну дирижерам, конечно, быть трудно, надо быть офигенным музыкантом, много трудиться, это будет игра в долгую. Естественно, дирижеры живут долго, ну как правило. Ну как долго? Ну, достаточно долго. Вторая специальность это селекционеры. Ну тоже все трудно, потому что там надо скрещивать какие-то растения, еще что-то, животных выращивать. Тоже игра в долгую и получать урожай через много-много-много лет. Поэтому есть стимул жить долго. Еще одна специальность это ученые. Тоже наука требует больших затрат времени и тоже игра идет в долгую, потому что какое-то сделать открытие нужно много десятков лет этому посвятить, а то и больше. Ну как больше десятков, это значит сотню лет. И четвертое, это уже не специальность, а такое коллекционирование. То есть коллекционеры живут долго, потому что собрать большую коллекцию требуется очень много времени, сил интеллектуальных. И особенно если эта коллекция достаточно тяжелая, трудная, большая. Например, марки мира собрать нужно много-много-много-много лет. И даже когда будет сто лет, все равно можно еще что-то собирать и собирать. Вот, конечно, дирижером я не знаю буду или нет когда-нибудь. Селекционером тоже вряд ли. Ученым мне интересно было быть. И сейчас я интересуюсь какими-то знаниями. Ну вот, с профессиональным ученым тоже вряд ли. А вот коллекционерам да, можно. И вот я коллекционер. Я коллекционирую военные пуговицы, марки, CD-диски, винил, солдатиков стал коллекционировать. В общем, всего понемножку. Связано это с тем, что я по ностальгии, конечно, в первую очередь. В первую очередь, ностальгия по детству. По детству, да. Детство золотое. И любой предмет, который был у меня в детстве, вызывает у меня очень сильный интерес, неподдельный. И собирать эти вещи детства, это действительно стоит на это тратить время, потому что это дает колоссальный выброс каких-то гормонов, там, я не знаю, каких-то веществ в голову, во все тело, что ты становишься счастливым. Вот. Поэтому я продолжу снимать ролики про коллекционирование, про покупки, про свои. Потому что это приносит счастье. Это про для жизнь. А мой канал сейчас нацелен на то, чтобы приносить максимальную пользу. Вот. Поэтому я считаю, что полезно коллекционировать. Привлекайте к этому своих детей по возможности. Сами тоже участвуйте. И вы не пожалеете. Это очень интересно. Вот такой замечательный комплект. Великие композиторы. Первый номер. Вивальди. Мой любимый композитор. Один из любимых. Есть еще у меня из этой серии шестой номер Хачатрян. Тоже очень хороший композитор. И там где-то больше тридцати дисков. Но я потихонечку решил их покупать. Здесь большая книжечка такая с описанием. С картинками красивыми. И здесь в конвертике приклеен диск Вивальди. Мне очень понравилось. Здесь, в принципе, времена года. Весна, лето, осень и зима. Кстати, у Антонио Вивальди это самое, наверное, знаменитое произведение. Купил саундтрек мы с будущего 2. Очень хорошая вещь. Я имею ввиду фильм на 3 расклада. Там был вариант. Причем это фирменный диск. Там был вариант без DVD. Я взял с DVD. Все с осадочкой такой фирменный. И купил очень дешево. Здесь отличная фотография. Фильм рассказывает о том, как перенеслись в прошлое украинские ребята и российские. И как там они с фашистами воевали вместе. Фильм, конечно, очень-очень-очень сделан классно. Просто вот фантастически хорошо. Вот в этом диске меня, конечно, немножко огорчило. По-моему, там одной песни не хватает на украинском языке. Вот почему-то я ее не нашел. Вот. Диск выпуска какого года. Ой, а тут написан или год выпуска-то должен быть? А что нету? Нету. Должен быть. Истерия звука. О, интересно. А год выпуска-то где? Нету. Не написали. Хоть ты чего. Ну как же так? А, 2010-й тут написано. 2010-й. Это уже 14 лет назад. А для меня это так, как будто бы недавно этот фильм вышел. Да, немножко пророческий фильм про эту войну. Я имею в виду про Вторую мировую. У нас ее называют Великая Отечественная. Что ж там такое было-то? Ой-ой-ой. У меня дедушка воевал. Вот. Когда я его спрашиваю, ну как там чего? Он говорит, тебе не надо знать. Ну имеется в виду, кто постарше. Я-то его и не спрашивал даже. Я тогда маленький был совсем. Просто меня удивляло, что у него на голове такой шрам глубокий. А оказывается, это от пули немецкой. Шрам чуть немножко ниже и все. Такие были времена. Времена. Все время почему-то человечество воюет. Непонятно. Зачем. BlackMars Night. Shadow of the Moon. Здесь качество записи очень высокое. Это не фирменный диск. Это 98-го года Made in EU написано. Может так оно и есть, но что-то сомнение у меня вызывает, что это фирменный диск. Она актурида от Optimal Media GmbH. Здесь и FPI. Ну вот что-то меня гложет в сомнении, что это фирменный диск. Потому что полиграфия какая-то уж очень такая. Книжечка, да, она толстая вроде бы. На несколько страниц. И все бы хорошо. Но какой-то вес у диска для тех времен маловат. Обычно они потяжелее. Здесь не очень тяжелый диск. Из-за этого у меня сомнение, что это фирменный-фирменный. Может быть это какая-то лицензия. То ли левая, то ли не левая. То ли подделка. Трудно сказать. BlackMars Night. Нет, здесь ничего даже не написано. Ну, да ладно. Бог с ним, фирменный он или нет. Звучит действительно очень зачетно. А главное, что там содержание очень высокого качества. То есть музыка, которая здесь написана, такая министрельская какая-то. Ну, что-то типа средних веков. Она слушается просто, просто очень хорошо. Вот, видишь, Йоахия? Знаменитейшая песня Ричи Блэкмара. Ее даже пела какая-то певица таким пронзительным голосом. Но Ричи Блэкмар на нее подал суд, чтобы она не исполняла. Он хотел, чтобы эту песню исполняла его жена. Она действительно ее исполняет очень хорошо. Прям душевно, таким бархатным голосом. Как нужно. А та немножко рисковата. Хотя тоже очень хорошо у нее получилось. Ну и другие тоже песни здесь очень много хороших. Очень много хороших. Прям слушается диск на одном дыхании. Ну, может быть, одна-две там песни, которые можно было бы выкинуть. Но, ну да ладно. В дисках всегда бывают любимые, нелюбимые. Вот марки Белоруссии. 1 рубль 15 копеек, 10 копеек, 5 копеек. Когда я был на барахолке, я стал смотреть альбомы. Мне сделали замечание, что что ты смотришь, все равно ничего не купишь. Я говорю, ну вы что, совсем что ли? Стал бы я смотреть, если бы не стал бы ничего покупать. Ну и так это... Говорю, фальшивые марки-то у вас есть? Он говорит, есть. Говорю, ну покажите. Вот он показал мне вот эти вот новоделы. Белорусские. Они даже без клея. Может быть, они без клея и были. Какого года он не сказал, а я не спросил. Но понял, что мне это интересно. Я купил. Они стояли там 10 рублей за 4 штуки. Конечно, я купил. Но насколько цены эти марки, я не знаю. Я имею ввиду настоящие. Вот. Но так как меня интересуют фальшивые марки, любые, какие только подберутся, я к ним теперь питаю некоторый интерес. Оказывается, их тоже интересно собирать. Потому что подделки бывают разных уровней. И всегда интересно замечать какие-то особенности. То бумага какая-то не такая, то краска, то клей, то какие-то дефекты в тексте. В общем, БНР, Белорусская Народная Республика, скорее всего. Я так предполагаю, что это что-то типа дореволюционное, что ли. Может быть. Хотя нет, не знаю. Нет, трудно сказать. Это немецкий рейх, который я собираю. Я даже не знаю, какого года выпуска вот эти марки. Вероятно, всего какого-то военного, может быть. И даже, может быть, у меня какие-то из них есть. Хотя вряд ли. Скорее всего, нету. Потому что я не помню, чтобы у меня вот эти марки были. Тем не менее, мимо тех марок, которые я собираю, есть они в отличном состоянии. А здесь они, видите, все. И даже клей вроде бы как присутствует. Здесь-то точно. Да. О, немножко здесь не активно. В каком качестве? Слегка. Ну да ладно. Я, в принципе, картинки собираю, как сказал один из коллекционеров. Ненормально. Марки, посвященные какому-то фестивалю. Вот. Тут муза. Тут скульптура. Тут тоже скульптура. Тут какое-то здание. Видимо, это ярмарка какая-то, наверное. Да. Немецкий рейх. Конечно, когда я хожу по барахолке, я всегда обращаю внимание на пуговицы. Всегда, мимо, никогда не прохожу. И в этот раз мне удалось найти почтовую пуговицу. Вот. Серп-молот с молнией. Где на молнии такие, как бы, ну, пятнышки нарисованы. То есть, какая-то вот неровности там. Вот такие вот, да. У меня такой пуговицы вроде бы нету. Здесь она просто блестящая. Скорее всего, это довоенная пуговица. Я так предположил. Предположил. Очень уж похоже на довоенная. Такой, стилистика такая. Вот. Их разновидностей почтовых пуговиц очень большое количество, как оказалось. Когда я начал собирать. Вот эти две пуговички поменьше. Скорее всего, с фуражек. Одна. Это, скорее всего, Бундесфер. Западная Германия. Тут даже что-то написано. Вон там, буквочка А присутствует. И слово какое-то там. Экстрал. Ну, в общем, я даже не знаю, что это обозначает. А вот эта пуговица меня очень заинтересовала. Так, сейчас. Вот эта пуговица меня очень заинтересовала. Это пластиковая пуговица. И здесь адмиральский символ. То есть, герб Советского Союза и два якоря перекрестных. Она черного цвета. И у меня есть подозрение, что это ленд-лизовская пуговица. Хотя, сколько там этих ленточек. Не знаю, по-моему, может быть, даже и не ленд-лизовская. Нет, наверное, не ленд-лизовская все-таки. Но, во всяком случае, сколько я ходил, смотрел пуговицы, такую пуговицу я вижу впервые. У меня даже предположения нет, куда эта пуговица использовалась. С черного цвета, из пластика, адмиральская. Явно, может быть, на подводных лодках. В какой-нибудь рабочей там одежде. Или еще что-нибудь такое. Ну, нет вариантов. Есть одно только предположение, что пуговица реально очень редкая. Очень редкая. Может быть, ее для какого-то специального случая делали, не знаю. Но я очень доволен, что я купил ее. Совсем недорого. Буквально за 150 рублей. Для этой пуговицы это не цена. Я всегда так не жалею денег, когда вижу что-то впервые в жизни. Потому что, скорее всего, это какая-то редкость. Потому что то, что не редкость, его всегда много. Я купил, не знаю, что-то меня теркнуло так, что я решил купить вот эту вот игру. Она не в полной комплектации, но, тем не менее. «Военная тайна» издательства «Малыш» 1980 года. На паспорте там было написано, что она подписана к печати в 1977 году. Я подумал, что это 1977 год, то есть это мое детство. Но нет, она немножко все-таки позже была выпущена. Есть фишка тех лет. Как раз для игр такого рода. И кубик. Кубик из дерева. Я думаю, что это достаточно редкая вещь. Ну, вряд ли он и от этой игры. Ну, от этой игры он точно не от этой игры. Вряд ли вообще от какой-то игры. Это, скорее всего, что-то сувенирное. Но, может быть, даже иностранное. Потому что я, сколько помню, деревянных кубиков в игре не было. Но если только в 60-х годах, может быть, 70-х. А так, в основном, пластик был. В основном. Вот такой приятный кубик из твердой древесины. Я не знаю. Это, наверное, бук. На бук похоже. Похоже, но, может, и не бук. Текстуры маловато. Тяжеленький. Что-то такое лиственное, скорее всего, из твердых пород. Почему я взял эту игру? Потому что она очень напомнила мне мое детство. Вот этот мультфильм. Военная тайна про мальчишек и бальчиша. Показывали по телевизору. И, конечно, воспоминания об этом самые такие. Очень яркие. Так, что тут? Ну, вот тут, посмотрите. Это Ленингорсовет. Город Ломоносов. Ленинградская область. То есть, это все наше. Ленинградское. Моего города. Игры. Ну, они в детстве-то все время, мы в них и играли. В садике. Ну, это-то уже более поздняя игра немножечко. Я уже вырос. Вот тут описание. Какой ход. Что означает. Что нужно делать. Такое простенькое описание. И, в общем-то, вся комплектация. Вот, собственно, коробка. Коробка. Она порвалась, к сожалению. Тут дублируется надпись. Вот здесь. Здесь. Вот. Самое ценное, конечно, вот этот вкладыш. То есть, само игровое поле. Оно раскладывается в четыре раза. Вот так. Вот так. И вот так. Опа. О. Здесь. По кусочку надо будет показывать. Вот здесь номера ходов. Картинки. Вот. Мальчиши плохие что-то нарисован. Довольные. Кушает варенье, печенье. Буржуины. Главный буржуин. Там мальчишки-бальчиши в плену. Красная армия. Вот. Как мальчиши идут в поход. Как они сражаются. Вот. А начало здесь. Когда приехал садник. Сказал, что нужна подмога. И пошли сначала отцы, потом старшие братья, потом младшие. И все это здесь нарисовано. Конечно, это очень сильно связано с моим детством. Особенно вот фильм «Мальчишки-бальчишки». Это вообще просто. Я его смотрел настолько часто, когда был маленьким. Ну, у меня было же сколько? Лет пять, там даже четыре года, три года. Ну, совсем маленьким. И один раз в садик меня повели не родители, а доверили моему дяде. А дядя, ну, что я захотел одеть, то я одел. Какую-то рваную, грязную, красную рубашку. Очень хотелось быть похожим на мальчиша-кибальчиша. Вот. Вот такую я купил игру. Ну, недорого, конечно. Вот. Просто... Ну, вот, знаете, такой импульс возник. Я захотел купить. 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 Благо она стоила там, ну, пятьсот рублей. Конечно, как бы вроде бы и много за такую игру. Она должна быть дешевле в таком состоянии. Но тут деньги не играли никакой роли, потому что я уже стал приглядываться к настольным играм. Думаю покупать, не покупать. И уже даже заряжен был на то, чтобы начать постепенно покупать те игры, которые я в детстве играл. Вот в эту я не играл, но они там все по одному подобию сделаны. Здесь картинки, конечно, очень сильно напоминают детство. Поэтому я ее... Это первая настольная игра, которую я купил. Ну, может быть, я ее подарю кому-нибудь там из детей. Из своих вот этих вот всех родственников. У меня много маленьких малышей. Но надо на нее сначала в порядок привести, как-то подклеить. Вот. Такое дело. Я очень доволен, потому что это, конечно, воспоминания переносит то время, когда я был счастливым в мое детство. Вам тоже желаю, чтобы вы почаще вспоминали те свои моменты, когда вы были счастливыми. Ну, напомнить это может быть какая-то вещь, игра, игрушка, какая-то пустячок, может быть, место какое-то. Кто-то говорит, что не надо возвращаться на места, где вы были прежде. А я говорю, надо. Я, например, когда возвращаюсь на места, где я был, немножко, конечно, грустно, но, в общем-то, в целом, все равно вспомнить очень приятно. Побывать на том месте, где ты был раньше, у тебя были хорошие воспоминания. Вспомнить людей, вообще вот вспомнить. Это очень полезно для психики, чтобы вот что-то такое приятное вспомнить. Вот так. Вот. А... Да. 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 Вот и вылетело из головы, что хотел сказать. вот и вылетело что из головы хотел сказать из головы хотел сказать и вылетела куда-то я говорил в начале ролика что ученые долго живут и это связано с тем что они занимаются вопросами которые требуют очень большого количества времени и вот я как ученый ну как ученый занимающийся изучением какого-то предмета длительное время так скажем точнее будет пришел к некоторой промежуточной победе это касается вокала вот и сейчас у меня голос не просто прорезался откуда то и куда-то а я уже точно локально уже прям вот ощущаю где в каком месте какой звук лучше звучит это связано тем что я попробовал разные варианты и один из подходов принес удивительное открытие я просто люблю слушать абадзинского моего любимого певца и вот когда я услышал стал немножко подпевать даже так вкладываться и силу голоса давать естественно это умеете переделать в ноты конечно там кое-как попадал но некоторые звучания например по длительности ноту тянуть как абадзинский у меня вообще проблем нет по громкости тоже проблем нет а вот про такую зычность звучность звук особенно а у него хорошо получается вот с этим была проблема и вот я ее но не то что решил а понял где собака порылась и как мастерские валерий абазинский передвигал вот это вот одно положение другое гортами и делал это незаметно и из звонкого звука переходил в глубокий а иногда и сочетал в общем это это координация вот этих вот движений вот во всей вот этой области вокальной начиная от губ и заканчивая диафрагмой на даже нам ночью и ниже там как ты же живу тоже все учат все это участвует все тело естественно вот и в общем когда пробуешь многократно особенно разными всякими приемами особенно когда ты в какой-то другой области что-то нашел нащупал а из этой области переносишь в вокал и новую поисковую какую-то вещь вводишь новую вводную и в этот момент осуществляется прорыв в моем случае такое впечатление что вот абазинский вот своим пением вам не помог найти вот эти вот ключевые точки сейчас попробую спеть не знаю как это получится ну получилось прям когда я ему подпевал когда самостоятельно не знаю сейчас попробую это вот было сейчас я попробую просечь таким вот вот видите звучит вроде бы и неплохо но это все не то потому что этот прорыв только произошел и повторить его сейчас вот так вот так как он не тренирован очень тяжело и вот этот вот звук это не тот звук который у меня получился прорыв такое прорезывание голоса на такое такое впечатление что звук не звучит вот как обычно а вышел наружу даже вот одна из вокальных крутых теток тетенек она так и сказала что у вас начнет звук выходить наружу и вот это у меня получилось сейчас попробую еще раз а вот сейчас он не вышел и так не вышел тоже все равно я близко где-то но вот нет сейчас еще попробую и так Хочется небольшой массаж, затем... звук сделать нужное тебе направление и вот у меня стало получаться вот вы видели как это непросто профессиональному певцу это просто он уже у него натренирован но не все могут голос вот так вот чтобы он вышел не все некоторые так и поют закрытым голосом ладно это я спел анекдот попробую сейчас получится анекдот ну тогда будет если нет ну значит нет идет коллекционер по барахолке смотрит ржавый гвоздь валяется никому не нужно стороне даже никто там не стоит ничего не продает такой взял этот гвоздь смотрит большой гвоздь такой квадратный старинные видно что в лет двести-триста ему только в руку взял друг к нему подлетает другой слушай продай я тебе 1000 рублей сразу дам даже 10 на вот тебе 15 только отдай мне этот гвоздь кольца не на него посмотрю как на дурачка ты чё с ума сошел мне этот гвоздь самому по зарез нужен никогда тебе его не продам тот говорит 500 тысяч посмотрю на гость елки-палки надо же продать но жалко вдруг это еще дороже стоит нет за 500 не продам за миллион продам ладно так и будет на тебе миллион вот раз миллиона взял тот гвоздь взял и сразу же убежал тут же такой стоит с миллионом как обосранный елки-палки наверняка этот гвоздь стоил миллионов 15 не меньше точно говорю 15 миллионов а я за миллион отдал вот пролупушил то пошел его догонять но уже не догнал все так и остался дураках вот такой анекдот смешной или нет не знаю надо еще один посмешнее был этот же коллекционер пришел на тот же рынок смотрит на том же месте лежит второй гвоздь первый то он продал за миллион вот он раз схватил сразу же и только он в руку схватил хлоп к нему опять побежит подбегает мужик слушай мужик я тебе миллион дам даже 5 отдать гвоздь говорит нет только 15 миллионов я знаю сколько он стоит тут на 15 опять он отдает ему 15 миллионов себе рублей оставляет тот исчез ну надо же как же это так за 15 миллионов наверняка он опять дороже стоил что это такое второй раз лопухнулся ну ладно тогда и третий раз он тоже приходит на рынок опять тоже история тот же гвоздь валяется ржавый раз он только в руку схватил опять к нему мужик подбегает 15 миллионов даже больше сколько тебе захочется вот все дам миллиард два десять у меня денег хоть сколько хочешь а вот гвоздей вот таких нету только два вот это третий хочу вот меня третий нужен подарить тоже слушай мужик ладно я сдаюсь я понимаю что я денег много и что гвоздь это ты скорее всего у меня копишь а на хрена не тебе нужны вот я коллекционер я коллекционера а ты-то чего зачем то говорит да я вообще джин и у меня обязанность такая выкупать этот гвоздь обратно и класть его на место сразу так немножко онемел даже от счастья так что же я теперь говорит могу каждый раз тебе приходить он да пожалуйста сколько влезет хоть сто раз покупаете все деньги будут отдавать золото что хочет дворцы вот что ты только пожелаешь и вот концовку сейчас трудно придумать ну кольца не конечно же зажал гвоздь не продал ему гвоздь нужнее чем все твои дворцы так и остаться с ржавым гвоздем да это не смешно совершенно ну ладно пусть будет хотя бы так так всем спасибо за внимание спасибо за просмотр ставьте лайки эти как называется комментарии пишите обязательно делитесь своими фантастическими успехами на почте коллекционирования и вокала тоже можете поделиться вот и вот здоровья счастья любви процветания всем желаю пока пока ты снял как смог